Римлян и Греков И вся, или почти всего и вся И хоть кончил он в итоге плохо, нас это не остановит от того, чтобы напомнить вам о таком роскошном персонаже Ведь в конце концов какой-нибудь Цезарь тоже закончил тем, что в нем натыкали дюжину-другую дырок И ничего остается легендой Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории И сегодня мы говорим об истории одного из главных противников, тех самых римлян И просто о ярчайшем персонаже из далеких античных времен О Митридате VI Евпаторе Также известном как ни много ни мало царь Азии А еще, помимо прочих эпитетов, это был человек, у которого были большие проблемы с родственниками Так что заведем сразу для этого отдельный счетчик Государство Понт в Южном Причерноморье было создано персидским командиром по имени Митридат Служившим македонскому царю Антигону Одноглазому Они в чем-то не поладили и Митридат бежал в Каппадокию, где начал вести типичную жизнь искателя приключений Грабить караваны и древние гробницы, собирать банды приключенцев, ну и знаете, скакать и мочить К 281-му до нашей эры все это обернулось тем, что он захватил часть южного берега Черного моря Объявил его царством Понтийским и по такому случаю сам себя короновал Видимо из-за нехватки фантазии мужчин-правителей из Понтийской династии, как правило, звали Митридатами Поэтому почти у каждого из них было какое-нибудь звучное греческое прозвище Например, основателя династии звали Митридат Ктист, то есть Митридат Строитель А отца нашего героя звали Эвергетом, то есть Благодетелем Правда, благодетельствовал он в основном на стороне, будучи верным союзником Рима Даже помогая республике в Третьей Пунической и всегда поддерживая римские военные инициативы в Малой Азии Довольные же римляне в ответ щедро делились завоеванными территориями Начав править в 150-м, Благодетель закончил уже в 120-м Потому что его отравили благодарные подданные Тогда нашему герою, Митридату, вошедшему в историю под прозвищами Евпатор Рожденный славным отцом и Дионис, который в переводе не нуждается Было 12 лет Вообще, надо сказать, это какие-то не самые крутые прозвища В смысле, Евпатор, вот этот вот сын какого-то там отца Попросту обесценивает вообще все твои личные достижения Что это такое? Я бы такое не носил Хотя, наверное, папке было приятно Вместе со своим братом, который, кстати, тоже был Митридатом Митридатом Хрестом, что означало Митридат Добрый Он попал, по сути, под опеку к своей матери Которая заделалась вздовствующей королевой регентом Звали ее Лаодика И на самом деле может показаться, что А что такого? Нормальная ситуация Но по факту быть старшим сыном в семье в такой ситуации Это была так себе идея Например, своего старшего сына, правительница соседней Сирии Клеопатра Убила для того, чтобы, знаете, править от лица младшего А в Каппадокии тамошняя царица вообще умудрилась отравить пятерых своих детей Чтобы остался только один, опять же, чтобы править от его лица Так что вскоре, по удивительному стечению обстоятельств Почему-то выяснилось, что Митридат Евпатор, старший Нравится Лаодике своей матери гораздо меньше, чем младший сын Справедливо опасаясь за свою жизнь, Митридат бежал в Малую Армению Где местный царь Антипатор принял его так радушно Что не только оказал полную поддержку в занятии трона Но и даже совещал ему все свои владения Друзья, я стараюсь вам советовать проекты Либо интересные, либо полезные И сегодняшняя моя рекомендация будет эти две вещи сочетать Если вы так же, как и я, любите качественный контент Из которого при этом можно подчеркнуть практических знаний То вот, пожалуйста, вам канал Goodwood Здесь его автор Александр демонстрирует, как по всему миру строят частные дома И это на самом деле чертовски увлекательно Если хотите познакомиться с многообразием того, как живут люди в Японии, в Америке, в Скандинавии То это клевый способ Да и про Россию тут, кстати, не забывают Конечно, тут не только показывают всякие красоты Но еще и рассказывают различную полезную инфу по разным этапам строительства И дают советы, например, на что обратить внимание при выборе строительной компании Актуально для тех, кто не хочет, чтобы его стройка оказалась вечной Еще на Goodwood заходят разные интересные гости Дизайнеры, инженеры, архитекторы, бизнесмены Но поскольку все любят лайфформат, лучшая рубрика это, конечно, свой дом без ошибок Где ведущий приезжает в уже готовый дом И вместе с владельцем анализирует, что с ним так, а что не так Ну, в смысле с домом, а не с владельцем В общем, если вы сейчас строите Или хотите когда-нибудь построить собственный загородный дом Вас интересует, как это сделать правильно, не накосячить И вам вообще любопытно, что в этой сфере происходит Ну, и еще, если вас просто гложет любопытство Да, жизни других людей в других странах и других культурах Что, кстати, особенно актуально в нашу эпоху без путешествий То подписывайтесь на Goodwood Клевый канал, мне самому тоже лично, в общем, зашел Я его с удовольствием смотрел Так что переходите по ссылочке, она, естественно, в описании Кликайте в нее, подписывайтесь на канал Александра Получайте удовольствие Я вот его лично получил А потом давайте продолжать смотреть про Митридата В 116-113 годах Митридат возвращается в Понт Чтобы, знаете, отстранить мать от престола И бросить ее вместе со своим братцем в тюрьму Мама то ли умерла сама, то ли не очень сама Но брата он точно совершенно сам казнил Знаете, за участие в заговоре Так он заслужил свои первые два семейных фрага Кстати, надо сказать, что о имаме и брату он все равно устроил царские похороны Потому что, ну, знаете, так положено Митридат Евпатор, которого спустя несколько столетий Августин с некоторым преувеличением назовет царем Азии Был человеком довольно талантливым В Понте соединялись греческие и персидские обычаи И сам Митридат был воспитан в традиции обеих культур Собственно, его имя было изначально персидским Он всю жизнь оставался зароастрийцем, но уважал олимпийскую религию А в детстве он был, скажем так, лучшим учеником в классе по всем предметам И даже в итоге знал языки почти всех понтийских народов Говоря на 25 наречиях Ну и, конечно, он отлично стрелял из лука и был прекрасным наездником Римские историки пишут, что ему было суждено стать великим В год, когда он родился и в год, когда взошел на трон В течение 70 дней была видна комета Которая светила так ярко, что казалось, будто все небо пылает огнем Не бойся, ко всему прочему, еще и двуххвостая По другому сообщению, вскоре после его рождения В его колыбельку ударила молния Но не повредила ребенку, лишь оставив на его лбу маленький шрам Я тут теряюсь, какое именно прозвище он мог бы выбрать вместо рожденный славным отцом Митридат избранный Митридат единственный избранный Митридат, который выжил Первых успехов он достиг на войне со скифами на другом берегу Черного моря Его армия разбила превосходящих его по численности в 8 расрок саланов Союзников скифов А затем отправилась бороться со скифами на территории современной Керчи И даже захватила их столицу Неаполь-Скифский Современный Симферополь Освободив от проблем со скифами своих союзников Херсонес и Боспорское царство Последнее местный царь Митридату на радостях аж взял и завещал в наследство Но по какой-то загадочной причине Сразу после того, как понтийские армии покинули территорию Боспорского царства Там началось восстание под предводительством некоего совмака Советские историки долгое время писали, что это было, конечно же, восстание рабов И сам совмак был рабом И, естественно, все это подавалось в рамках классической теории классовой борьбы Где, ну, знаете, трудовому народу становится жить все хуже и хуже Вне зависимости от того, с каким историческим отрезком мы имеем дело Или с каким куском карты мира В любом случае, современные ученые склоняются к другому мнению Что этот совмак на самом деле был знатным человеком И он был потомком скифской династии Которая правила Боспорским царством еще до греков И в этом смысле он как бы восстанавливал историческую традицию Другое дело, что он был приближенным Боспорского царя И для восстановления этой самой исторической справедливости Ему пришлось этого Боспорского царя собственноручно зарезать А еще это почему-то произошло сразу после того, как тот предложил передать свое царство в наследство Митридату Понтийскому Но знаете, как оно все бывает Удивительные совпадения После столкновений с армией Понта для него все закончилось плохо А Боспорское царство прочно вошло в состав Понтийской державы Все греческие колонии рядом стали верными союзниками Понта Затем Митридат подчинил себе где силы, а где подкупом и Калхиду Ныне грузинские земли и восточное побережье Черного моря Окрепнув, молодой царь решил обратить внимание на Малую Азию И заодно пересмотреть отношения с Римом, выстроенные его отцом Отравление его отца оказалось очень выгодно римлянам С которыми Эвергет накануне своей кончины поделил малоазиатское царство Перган А его мать уступила им провинцию Великая Фригия Так что сотрудничество с Римом оказывалось не таким уж и выгодным В 109-108 годах Митридат вместе с несколькими друзьями Отправился в тайную поездку по Пафлагонии, Вифинии и римской провинции Азия Он обнаруживает, что местная знать тоже недовольна политическим влиянием далекой римской республики И что еще хуже, бесчисленными долгами римлянам Так что в лице Митридата местные аристократы увидели великолепный инструмент Простого избавления от римских кредиторов Вернувшись из этой ознакомительной поездки Царь приказал для начала казнить свою жену и одновременно сестру У понтийских царей была традиция сохранять святость своей крови Посредством женить бы на близких родственницах После этого он проводит военные учения в Малой Азии Которые незаметно перерастают в совместную с вифанцами оккупацию царства Пафлагония В котором прервалась правящая династия Ну знаете, эти учения вечно выходят из-под контроля Пафлагонцы пожаловались на оккупантов в Рим И в Малую Азию приехали послы республики Митридат ответил им, что если он вздумает считаться знатностью с римскими царями То окажется славнее этого скопища бродяг Что среди предков со стороны отца он может назвать Кира и Дария Основателей персидского государства А со стороны матери он происходит от Александра Великого и Селевка Никатора Основателей Македонской державы И кажется в этом месте мы понимаем, почему его царство называлось Понт Чтобы окончательно показать, что эти римляне ему вообще не указ Он заодно захватил и Галатею После чего послы уехали из Понта будто оплеванные Но честно говоря республика тогда ничего не могла ему сделать Потому что была занята войной с кимврами Вскоре правитель Вифинии умер И Митридат помог одному из наследников престола захватить трон Также он совместно с Тиграном Армянским захватил Каппадокию Но вскоре в политику опять вмешались римляне Вернув в Вифинский трон своему ставленнику И заставив армяно-понтийские войска уйти из Каппадокии Сохранилась легенда, что в эти годы Митридат встретился с бывшим римским консулом Гаем Марием Который сказал царю Либо постарайся накопить больше сил, чем у римлян Либо молчи и делай, что тебе приказывают Но ситуация развивалась без учета желаний и потребностей Митридата Потому что новый ставленник римлян в Вифинии Он оказался тем еще козлом И не хочу оскорблять козлов В общем он оказался так должен своим благодетелям римлянам Что не смог эти долги раздать И решил это простым способом Он начал совершать набеги на территорию понтийского царства Митридат на самом деле отреагировал максимально адекватно Он даже не стал изначально сопротивляться в военном смысле А отправил послов к римлянам со словами Ну ребят, что это такое? Давайте как-нибудь это там порешайте, разберетесь На что римляне в ответ что-то промямлили в духе Наши дела, разбирайтесь сами Но не разбирайтесь, не трогай Это наш человек Короче говоря, вмешиваться они не стали А ко всему прочему римский посол Еще с обеих сторон конфликта умудрился содрать взятки за свою благосклонность Которую он впрочем не проявил Тогда Митридат начал действовать сам Его полководец Архелаева главе большой армии Вышел навстречу вифинским войскам И разбил их в тяжелой битве Исход которой решила атака 130 крутейших серпоносных колесниц Царь Вифиния бежал А вот его солдат Митридат помиловал И кстати он немного кого миловал вообще в этой истории И даже отсыпал им карманных денег на дорожные расходы Широкой души был человек Римляне выбрали крайне неудачное время Чтобы начать войну, пусть и чужими руками С Митридатом Когда понтийский царь начал брать в ней вверх Им оказалось нечем ответить Республика в то время была сильно занята В Италии шла союзническая война А в самом Риме враждовали сторонники Сулы и Мария К 82 году до н.э. Митридатом Евпатором Дионисом Были захвачены Вифиния, Пафлагония, Фригия, Миссия, Памфилия, Ликаония, Лидия, Иония Кария, Галатия Он осуществил мечту понтийских царей Которые с 3 века хотели воссоединить эти земли под своей властью Сделал Черное море внутренним морем Понта Столицей своей расширившейся державы Митридат избрал Пергам Где начал чеканить царскую монету Называя себя на ней Великий и Царь Царей Он очень милостиво относился К греческому населению покоренных земель Увеличивал привилегии полисов Освобождал рабов Однако был очень жесток с пленными римлянами Посла республики Мани Аквилия Того самого, который в свое время стряс с него взятку за ничто Он через всю Малую Азию провез на осле А в 88 году до н.э. по прибытию в Пергам Казнил По одним сведениям просто замучив до смерти А по другим залив в горло расплавленное золото В знак коростолюбия римлян вообще И посла в частности В том же году он провел так называемую Эфесскую вечерню Когда приказал убить десятки тысяч итальников Живущих в Малой Азии Причем спровоцировал на погром местных жителей Прощая им за убийство приезжих долги И освобождая из рабства Сам Метридат оправдывал геноцид и ростовщичеством римлян А современные историки впрочем считают Что масштаб террора был римскими авторами И вовсе сильно преувеличен После этого войска Метридата Через Фракию и Македонию вторглись в Грецию И захватили еще Атику, Биотию Македонию, Пелопонез и Южную Фракию В Афинах новым стратегом был избран Бывший посол Афинт Понти И естественно Афины тут же стали сильнейшим союзником нашего героя И таким образом на самом деле Метридат умудрился осуществить то Что его предки Ахимениды, персидские цари И не мечтали сделать Точнее мечтали сделать Буквально именно это они и мечтали сделать Однако власть понтийцев в Греции оказалась недолгой Осенью 87 года на территории Греции Высадились пять римских легионов Под командованием Суллы Ему навстречу вышло понтийское войско Под командованием старшего сына Метридата Который вдруг умер накануне битвы И понтийцы отступили А римляне осадили Афины У них правда были проблемы с деньгами Потому что, знаете, нужно было строить всякие осадные орудия И платить легионерам А всего этого как-то, ну, как-то пустоваты были карманы У товарища Суллы Поэтому он просто приказал грабить античные храмы Тут сохранилась легенда Что, дескать, один из его командиров Во время всего этого прекрасного процесса Услышал из одного храма Мистическим образом звуки кефары И, в общем, он прибежал к Сулле И сказал ему Знаешь, мне кажется, тут боги подают сигнал И походу они недовольны На что Сулла заявил Ты дурак, что ли? Дурак! Музыка это к радости Они, наверное, на нашей стороне и рады Что мы вот таким образом пользуемся, так сказать, их богатством И, видимо, действительно боги были не против Потому что войска Суллы награбили просто невероятное количество денег Потому что Сулла все-таки умудрился взять Афины Разграбить его, там, вывезать местных жителей И вывезти оттуда 40 фунтов золота и 600 фунтов серебра Война в Греции проходила еще около года Римляне еще несколько раз громили понтийские армии Однако, закончить это логично Они все никак не могли Потому что у них были свои проблемы, опять же В этот раз у них на родине воевали сторонники Суллы со сторонниками Мария Знаете, вообще, учитывая количество других проблем Помимо Греции и понта у Римской республики Надо сказать, они, конечно, достойны уважения Что они справились с этим квестом Так как победы над Матридатом усиливали Суллу Сенат послал в Грецию два легиона Которые ему не подчинялись Перед ними стояла задача воевать не столько с понтийским царем Сколько Суллы, если он решил ослушаться Сената Они переправились через проливы в Малую Азию Но там война пошла плохо Суланец Лукул не оказывал поддержки с моря А вскоре солдаты взбунтовались и убили своего консула Тем не менее, Сулла решил, что появление враждебных ему товарищей из Рима Как-то вот сильно осложняет войну И предложил Матридату мир В общем, переговоры у них прошли не очень Матридат вроде как протянул Сулле руку А тот ее не принял И тогда, в общем, Евпатору пришлось только обиженно молчать На что Сулла нагло ему заявил, что молчать могут только победители И принудил его к немаленьким таким репарациям Понт отдавал Сулле 3000 талантов и 83 ер Провинция Азия возвращалась к Риму Вифини и Каппадокии обретали свой прежний статус А все малоазиатские реформы Матридата отменялись С такими условиями мир, конечно, не продлился долго Сначала римский наместник, оставленный Суллы По личной инициативе решил пограбить Понт А вскоре Матридат уже сам объявил римлянам третью войну с ними Я уже упоминал об этом его великолепном плане В одном из предыдущих роликов Когда он с римским мятежным полководцем Квинтом Серторием Который был в Испании Хотел одновременно на двух континентах там поднять бучу И даже высадить войска в Италии Собирались эти ребята согласно этому плану Но, знаете, там не повезло, не фортануло Впрочем, об этом позже Военную кампанию Матридат начал традиционно С убийства близкого родственника На этот раз своего сына, которого, кстати, тоже звали Матридат Правившего в Колхиде Старший Матридат заподозрил его в измене Также в это время Матридат укрепляет власть в своем государстве Удачно в Боспорском царстве Там он посадил на трон своего сына Махара И неудачно на Северном Кавказе Который Матридат пытался покорить зимой И потерял там в итоге две трети своего войска Тем не менее, эта неудача Матридата не остановила И в 70-х годах он снова устроил вторжение в малоазиатские земли И надо сказать, что в этот раз все прошло хорошо Практически все страны, города, народы, племена Снова ему подчинились без особого сопротивления Единственным исключением стал небольшой отряд под командованием молодого командира Некоего Гая Юлия Цезаря Молодой Гай за это сражение в итоге получил корону Полагавшуюся за спасение римских граждан Такую символическую награду А еще в качестве ложки дегтя в этой бочке меда Он получил знатную такую порцию грязных сплетен Которые преследовали его до конца жизни А его якобы имевший место любовные связи с вифинским царем Никомедом Причем на самом деле в патриархальном римском обществе Гомосексуализм никак не порицался Если ты был в активной роли В отличие от Цезаря в этих мерзких Значит, совершенно неприличных историях Такие вот тюремные римские понятия Победоносное наступление Евпатора закончилось у города Кизик Верного римского союзника, обладавшего сразу двумя гаванями и доками Что делало его захват необходимым для продолжения кампании Осада затянулась Вскоре в Малую Азию прибыл Лукул с римскими легионами Которые отрезали понтийцам подвоз припасов Митридат приказал идти на общий штурм Но он закончился неудачей и город устоял В понтийском лагере начались голод и болезни И Митридату пришлось отступить Он собрал новое войско, но снова был разгромлен Лукулом И ему снова пришлось бежать На этот раз в Армению К Тиграну Армянскому Про которого у нас есть отдельный ролик Где мы этот эпизод тоже упоминали 10 тысяч шагов, я просто руками машу Римляне в это время штурмовали оставленные понтийские крепости Прежде чем бежать к армянам Митридат еще позаботился, так сказать, о чести своей семьи И отправил своего евнуха Чтобы тот зарезал его сестер, жен и наложниц По итогам было убитых минимум две сестры и две жены В общем, в любом случае это было жестко После того, как Лукул напал на Великую Армению Митридат начал воевать в союзе с Тиграном И у восточных царей даже начало понемногу получаться против римлян Во всяком случае, один римский легион Митридат при зеле разгромил Лично прорвав его, строй во главе атаки тяжелой армянской кавалерии Это заставило римлян сменить Лукула на гнея Помпея Но договориться с новым военачальником не получилось Митридат почти сразу предложил ему перемирие Тот требовал безоговорочной сдачи И все понимали, что царственный пленник ему нужен для триумфа После которого царя убьют Потерпев еще одно поражение и потеряв союзника Потому что Тигран с Помпеем так и договорился Понтийский царь пошел отступать к сохранившему ему лояльность Боспорскому царству через Кавказ, обходя Черное море Митридат был полон энтузиазма Он хотел повторить подвиг Ганнибала И снова вторгнуться в Италию по суше Но не из Испании, а из скифских степей И там его совсем не ждали Потому что его сын Махар к этому моменту уже перешел на сторону римлян И в общем был вообще не в восторге от новостей Что к нему едет его отец Так что он просто сбежал и в итоге покончил жизнь самоубийством Потому что, честно говоря, у него не было никаких иллюзий Насчет отцовского милосердия Заняв Боспорский престол Митридат начал подготавливать свой великий поход Но тут внезапно вскрылась новая проблема Оказалось, что в этот самый военный поход Готовы идти только свеженабранные варвары А вот все настоящие войска Митридата Которые с ним были все это время И воевали во всех этих бесчисленных компаниях Как-то вообще не горели желаниями воевать с римлянами С чего бы это? Они организовали против Митридата заговор И должны были посадить его сына Фарнака на престол Однако Митридат об этом узнал И в общем даже умудрился взять Фарнака под стражу И собственно собирался его казнить Но тут как-то одни родственнички Там другие какие-то аристократы, солдаты В общем как-то все вмешались Сказали, ну Митридат, ну будь ты хоть раз в жизни, блин, человеком Понимаешь, ну пожалей ты У тебя и так уже этих сыновей почти не осталось Все боятся тебя как огня, твои родственники Просто кошмар Ну и Митридат что-то почесал репу И действительно не стал казнить Фарнака А тот действительно ведь организовал заговор И заговор таки случился И Митридата с трона сместили В общем один раз, один раз стоило, блин, проявить милосердие Понимаете, как в том анекдоте, где чувак построил мост Но никто не называл его строителем мостов А вот стоило ему один раз совершить противоправные действия с овцой И так все сразу Когда Фарнака короновали То Митридат лишился не только Боспорского престола Там восстали и греческие полисы И Боспорское царство И вообще все, что угодно Все, что могло восстать против Митридата Восстало Оставшись во дворце с несколькими верными рабами Митридат попробовал отравиться Но яд его не брал Потому что он всю жизнь принимал его небольшими порциями Как раз для профилактики отравления Тогда он попросил убить себя мечом своего телохранителя Галлобитоита Сказав тому напоследок Я не могу умереть от яда вследствие глупых моих предохранительных мер При помощи других ядов Самого же страшного и столь обычного в жизни царей яда Неверности войска детей и друзей Я не предвидел Царь Фарнак II отдал труп своего отца римлянам И в награду по факту получил Боспорское царство Однако через какое-то время он задумался Что вообще было бы неплохо Все-таки было бы хорошо Когда понт был такой классной империей И возглавил военный поход Который должен был все это былое величие и могущество вернуть Этот поход привел его под стены города Зила Где когда-то его отец римлян разбил Однако в этот раз там был не Лукул А с этой стороны был не Митридат Вместо этого Фарнак встретился в бою с Гаем Юлием Цезарем Который разгромил его на голову А после чего сообщил об этой победе в Рим Той самой знаменитой Вине Виде Вичи После этого Фарнаку только оставалось вернуться домой Где его очень быстро убили местные жители И так Великая Династия Понтийских Царей прервалась Спасибо патронам и патронессам Которые нас поддерживают Кстати, смотрят ролики без рекламы И еще на сутки раньше За то, что они выбрали в голосовании Тему Митридата Евпатора Подписывайтесь на нас там, если хотите нас поддержать Подписывайтесь на нас здесь в любом случае Не забывайте жать на колокольчик Он очень полезный и, кстати, настраиваемый Пишите комментарии Ставьте лайки, конечно же И все такое прочее А... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok